Письмом это написано, но сам факт, что нет нахожения. Написать мне нужно только у вас. Я верю только одному человеку. Он один человек. Остальные мне. Даже не прокомментируешь. Вот это та ситуация, когда называется без комментариев. И не надо об этом громогласно заявлять, это тоже вас не красит. Уважаемые коллеги, мы начинаем нашу работу. У нас также вопросы, может быть, менее объемные. Я убедительно просил бы нам активно работать, тем более мы на комитетах с ними работали. Я почему? Потому что у представителя правительства у 2 часа ВКС назначен. С зампредом правительства Российской Федерации. И там его личное участие. Мы постараемся так, чтобы он в разном мог с нами поработать. Профессор правительства. Не возражаете? Нет, да? Ну, дальше двигаемся мы. Следующий вопрос у нас в поездке дня. Проект Закона Республики о внесении изменений в Закон Республики о одновременной и единовременной денежной выплате, представляемой детям, червотами, детям, ассоцией, без пообещения родителей, а также лицами числа детей, червот и детей, тоже без пообещения родителей для производства, ремонта жилых помещений в Республике. Оносятся к прокурорам. Эдуард Валентинович, исполняющий обязательства прокурора. Да, лучше сюда у нас там порядок такой, чтобы по вопросам докладываться с ревью. Продолжение, уважаемые депутаты, наверное, у всех проектов закона в рубках и депутаты ознакомились с ним. Отставлены вы вашему вниманию, законопроект направлен на разрешение проблемы, связанность с отречением детей сирот. Эта тема уже сегодня поднималась. А также детей, оставшихся без пообещения родителей. Лиц из их числа, которые достигли возраста 23 лет, живыми помещениями. В соответствии с федеральным законодательством, лица, считаете, сирот, которые достигли, и лица, которые достигли возраста 23 лет, имеют право на однократное облучение благоустроенных жилых помещений, специализированных жилого фонда, по договорам найма специализированных жилых помещений. Это право сохраняется за ними до фактического обеспечения их жилыми помещениями. По состоянию на 1 августа 2021 года право на обеспечение жильем наступило, но не реализовано улучшить трех-пятидесяти лиц, из которых 245 достигло уже возраста 23 лет. По сведениям регионального министерства по строительству на 1 августа 2021 года остаются неисполненными 70 судебных решений, по которым дети-сироты должны быть обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилого фонда. Предусмотренные на текущий год законом о республиканском бюджете сумма позволит обеспечить жилем лишь 18 человек и 14% от общей потребности. На данный момент сначала будут приобрести всего 4 жилых помещения. Ситуация усугубляется также тем, что в первую очередь в соответствии с требованиями законодательства исполняются судебные решения о предоставлении детям-сиротам благоустроенного жилья, с чем лица, состоящие в сводном списке, не обеспеченные судебными решениями, не имеют возможности в своевременном получить жилье. Поэтому мы предлагаем законодательно закрепить альтернативный способ обеспечения жилыми помещениями в каждой категории лиц из сводного списка, из списка, не имеющих судебных решений. То есть предоставляет за счет республиканского бюджета социальную выплату, сертификат на приобретение жилого помещения детям-сиротам и иным лицам, относящимся к этой категории, в соответствии с действующим законодательством, которые достигли 23 лет. Постоянно проживают на территории республики Калмыкия, состоят в сводном списке. Также есть небольшие ограничения, не страдают алкоголизмом, наркомании, токсикомании, хроническими и затяжными физическими расстройствами, не отбывают наказания в виде разрешения свободы. Это никакая не дискриминация. Эти лица также в любом случае должны получить жилье из федерального бюджета. Здесь речь идет о жилье, которое будет выделено из-за республиканского бюджета. Расчеты будут лежать на республиканском бюджете. Расчет размера социальной выхода будет производить по полномочным органам исходя из нормы предоставления живого помещения в размере 33 квадратных метра в общей площади живого помещения и действующего показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра в общей площади живого помещения в Республике Калмыкия, завершенному приказом Министерства России. Он публикуется ежеквартально. Сейчас по итогам 3-го квартала эта сумма немного, но она увеличится. То есть она будет варьироваться. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи сертификата, в котором сертификат является неизменным, но ведь срок действия сертификата. Срок действия сертификата составляет 1 год. Получатель сертификата, не использовавшийся сертификат за время его действия, имеет право повторно обратиться к его получению. Перечисление социальной выплаты будет осуществляться после государственной регистрации права собственности получателя сертификации на приобретенное живое помещение. Присловно, принятие законопроекта потребует дополнительных финансовых затрат республиканского бюджета. По нашим расчетам, в случае, в том, средней рыночной стоимости одного города, основной метров площади живого помещения по республике Калмыкия, на 3 квартала 2021 года, утвержденный приказом Министерства России. Расходы на одном человеке составят чуть свыше 1 миллиона рублей. Следует также отметить, что по данным регионального министерства образования из 125 опрошенных детей, и не тех поселит, кому-то удалось найти, скажем так, 55, и в виде желания получить такой сертификат. Считаю, что подобные меры поддержки приняты из других регионов России. Мы их взяли за основу, и это Крестандарта, Калининград, Красноярский край, Соборовский край, Приморский край. Мы тоже будем мониторить ситуацию, как это работает. Но другого пути мы не видим. Прошу депутатов поддержать представленный законопроект и принять другую участию. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, исполняющие обезда, как он не завершен, Эдуард Валентинович и Северска. Да, пожалуйста. Уважаемый Эдуард Валентинович, расскажите, вот на проект закона и заключение управления Медлилска по республике Калмыкия, где они считают, что в данном случае введения возрастного центра 23 лет предполагает, скажем, ущемление правской категории детей-сирых, кто мог бы восходиться с данной мерой. Не видите ли вы в этом как бы нарушили здесь еще законодательство? В никаком случае все бездесироты и старше вот 5 лет будут обеспечены жильем, в том числе и данными федерацийами. То есть никаких дискомнационных не будет вопросов. Все, да? Пожалуйста, Халгай, я хочу сказать, вопрос. Да, пройдем. У меня вот такой вопрос постоянно данного закона. Человек-сирота, да, вот в 14-м году, конечно, ему было, практически, 50-10 лет, но получилось так, что только встал на очередь, поставили на очередь, как как сироту, да? Ну, в 16-м году сняли встал на закон. То, что якобы оно не подсложно не будет так согласиться, что здесь... Нет, сейчас уже изменения в законодательстве, сейчас это и справа восстанавливаются. Встанавливаются. Да, те, кто не стал до 23-х лет, они будут восстановлены серьезно. Просто вот, ко мне гражданам улаживаются на глобально обратилась с этим вопросом, да? Я так вот не получила поэтому... Нет, пожалуйста, никаких вопросов. Да, имею право я направлю в плане. Да, вы можете даже сделать депутатский запрос и работать напрямую. Я еще раз призываю. Николай Викторович, пожалуйста. Эдуард Викторович, у меня такого аппаратера вопроса. Хожу сказать, что в течение года если он не свой использовал, то он имеет право его обновить по-новому, да? А вот в правительство, когда писало вам, там написалось, что на жилищном рынке можно сказать, каким образом как это у нас было сейчас, когда выделили деньги? Это жилищный. А, жилищный, да? Да, да. В таком плане подесмотрено, чтобы этот сертификат он автоматически таким образом будет пробит на счетом того, что... Ну, здесь можно опросить, конечно, эту задачу, чтобы не собирать лишние справки. Да, я, наверное, да. Просто человек предоставит документ, что на сегодняшний день, ну, а это все в открытом доступе, что у него нет на сегодняшний день приобретенного жилья. Ну, то есть, это можно тоже предоставить. Я считаю, еще один вопрос, что очень важно, дело в том, что вы же понимали, что наши сироты стоят здесь на очереди, постоянно на очереди. Они уезжают в другие регионы с учетом неблагополучных автономов, или же переезжают, находят родственников, и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь, в принципе, значит, расширяется таким образом. Если он стоит здесь на очереди, значит, переезжает в другой регион, теряет или не теряет он свое, или по-новому должен обращаться, по-новому становится там в регион. Нет, в любом случае сводман с близким уходит, то есть, речь идет о собственности. Если он переезжал в другой регион, и не получил, и да, просто зарегистрировал там время, то он имеет право получения жилья, но он все равно остается жителем холмыкии. Но вот там не может быть. Время. А если постоянно это за другой? Ну, там есть ограничения, но почему? Потому что мы говорили о демографии, о других проблемах, но надо как-то отставлять людей, чтобы они жили в своем родном регионе, и вот для этого закон проекта предусмотрено, чтобы как раз такие молодые люди были жителем холмыкии. Ну, у нас вопрос такой, сколько у нас жилья, да, вопрос трудный, сложный, но его как-то надо начинать решать. Мы уже разные варианты думали, что с этим делать, ну, ну, тут задачи субъектов уже понятны. Попробуем, пожалуйста. Пожалуйста, пусть минус. Дорк, я хотел объяснить, а вы до разного останетесь, просто есть там вопросы, касающиеся других семей. Оставим, дизайн, пожалуйста. Давайте, еще вопросы. Желающие выступить. Решение комитета, пожалуйста. Уважаемые коллеги, вопрос, разговор, на сцене комитета, с учетом двух замечаний, которые были учтены, и все согласились. Комитет рекомендует народным правом парламенту принять данную на сцену политику. Решение комитета озвучило. Возникли вопросы? Если нет, прошу определиться с голосованием карточками голосов. Кто за? Под шесть. Спасибо, я не согласна. Спасибо, Эдуард Владимирович. Спасибо большое, Мальяна. Просьба остаться, побыть здесь, значит, чтобы мы все вопросы могли обсудить сообща. Следующий рассматривается вопрос проекте о изменении в закон республики о патентной системе. Вновь со правительством поручено дало разговор министру экономики Дмитрию Александровичу. Пожалуйста, Дмитрий Александрович. Добрый день, Антон Иосифович. Добрый день, уважаемые законодатели. По рассмотрению представлены проект закона Республики Калмакия обысили изменение закона Республики Калмакия о патентной системе налогообложения, который разработан судьбой предоставленной главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации, субъектом Российской Федерации полномочия регулирования патентной системы налогообложения. В части установления базового размера потенциально возможного получения индивидуальных предпринимателей годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная системы налогообложения. Цель закона проекта является налоговое стимулирование развития малого предпринимательства путем привлекательности и доступности патента системы налогообложения для субъектов предпринимательской деятельности. Представленным законом проектом предусматриваются следующие основные изменения. Первое. Референцировать территории Республики Галмытия по территориям действия патентов по группам муниципальных образований за исключением патентов на расширение видов предпринимательской деятельности, указанных в следующих пунктах 10, 11, 36, 37, 51.1. Предлагается детальная дефицитация размера потенциально возможного дохода по территориям действия патентов. Первая группа муниципальных образований – Елисинский городской облуг, вторая группа муниципальных образований – городские и сельские муниципальные образования, третья группа муниципальных образований, иные сельские муниципальные образования. Данное разделение территорий на три группы муниципальных образований позволит установить для каждой группы потенциально возможный доход с наиболее справедливой налоговой нагрузкой, учитывающей экономические особенности территорий, на которой ведется предпринимательская деятельность. Деференциация территории проведена на основании анализа соразмерности сумм полученных доходов индивидуальным предпринимателям, применяющих систему налогообложения, единый доход на умененный доход за 2019 год. В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.8 ст. 346.42 Налогового кодекса РФ региона предоставлено право устанавливать ограничения для применения подрядной системы налогообложения, в частности, по размеру площади торгового зала, по площади арендных помещений или количеству машин для пассажирских или газовых перевозок, военным физическим показателем, характеризующим виды предпринимательской деятельности. В связи с этим законопроектом предлагается установить ограничения по следующим 16 видам деятельности. Например, в законе Республики Калмэйка 1 марта 12 года 412.4З АПТН 7 налогообложения и изменения дополнениями по 29 декабря 2020 года предусмотрено ограничение до 50 кв.м. по виду деятельности розничная торговля, отшляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговый зал. Данным законопроектом предлагается по данному виду деятельности установить ограничение до 150 квадратных метров с количеством обособленных объектов не более 5, что позволит большему количеству предпринимателей воспользоваться патентной системой налогообложения. По 9 видам деятельности потенциально возможный доход остался на прежнем уровне. Это связано прежде всего с отсутствием в территории региона предпринимателей в указанной сфере, либо потенциально возможный доход остался на прежнем уровне. При этом физический показатель в части средней численности наемных работников по 9 видам деятельности увеличился не более чем на 50%. По оставшимся 75 видам деятельности законопроектом предлагается увеличить потенциально возможный доход. Размер потенциально возможного дохода на территорию республики по видам деятельности рассчитывался прежде всего на основании представленных средней и изомоговых органов за 2019 год. О полученных доходах индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогоображения ЕНВД, с учетом численности занятых работников по каждой области. Кроме этого, в расчетах использовался отчет формы номер 5 ЕНВД за 2019 год, размещенный на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Вместе с тем, необходимо отметить, что потенциально возможное получение индивидуальных предпринимателей годовой доход на территории республики по видам деятельности не корректировался с декабря 2015 года. Что в свою очередь повлияло на увеличение потенциально возможного дохода с учетом анализа социально-экономического развития муниципальных образований. Дан законопроект разработан с учетом изучения опыта по регулированию патентной системы налогоображения субъектов Российской Федерации, таких как Республика Адыгея, Алтайский край, Республика Эмкушетия, Курганская область, Республика Дыва, Волгоградская область, Ставропольский край, Астраханская область, имеющих более высокие показатели по доле индивидуальных предпринимателей, применяющих патент системы налоговложения в общем количестве индивидуальных предпринимателей в зарегистрированных сепсуриоде субъектах малого и среднего предпринимательства. В целом, предлагаемая деферватfromability потенциально возможного дохода по территориям, численности работников, площадям объектов, недвижимости, издаваемых в аренду помещениях, торговых залов окажет позитивное влияние на дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в Республике, повышение уровня занятости населения. Принятие законопроекта позволит повысить справедливость победы системы налогообложения и поставить стоимость победы в зависимости от деловой активности в сложившейся муниципальном образовании. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Александрович поинформировал нас о сути закона. Его заместитель докладывал на стационарном комитете. Я докладывал. А ты докладывал, да? Пожалуйста. Желающие задать вопрос? Нет. Желающие выставить? Нет. Я все-таки вопрос. Есть, пожалуйста, согласие. Сначала вопрос. Уважаемый Дмитрий Александрович, Вы выступили в принципе в понятии, да? В понятии целесообразных принятия данного законопроекта. У меня единственный уточняющий момент. Почему Вы внесли данный законопроект только 2 августа текущего года и плюс еще дополнительные поправки ближе уже к комитету 6 августа? Почему нельзя было не нарушать, если этот законопроект очень важен и нужен, внести в установленные законопорядки пораньше, чтобы у депутатов была возможность поработать в том числе по данному законопроекту. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Уже с начала года, в феврале месяце, на площадке Совета приема Министерства экономики и торговли, с учетом представителей Народного Курала, мы приступили к обсуждению данного законопроекта с участием КИНИФИНА, с участием Управления федеральной налоговой службы, с участием лидеров общественного мнения, я имею в виду общественных организаций. Понимая, что закон непростой и нам важно сбалансировать интересы предпринимателей республики, понимая, что нам нужно проанализировать, как дела обстоят в последних регионах. То есть с нами была проделана, скажем так, трудоемкая работа по анализу и 10 регионов, которые попали вместе с нами в неблагоприятные регионы в социально-экономическом развитии и в ближайшие регионы, для того, чтобы наше решение и тот проект закон, который мы представили на рассмотрении, был балансирован и учитывал те отрасли, которые в настоящий момент широко развиты на территории каждого муниципального образования республики. И после того, когда проект был сформирован, мы установлены закон обслуживания, имели возможность согласовать и с надзорными органами, и с министерством юстиции, соответственно, чтобы данный законопроект удовлетворил абсолютно всех, ну, скажем так, такой... Такого не было, да? Извязать, да. Поэтому планят до начала работы комитета, да, четвертого внести, доработанный. Мы внести действительно доработанный. И запомню еще, что предварительно данный законопроект был рассмотрен с участием инициативной группы депутатов Народного фурала, в первом приближении, то есть мы поделились с данным законопроектом, и Сергей Александрович Сухини принимал активное участие, и, может быть, была Наталья Сергеевна, то есть мы данный законопроект максимально в первом приближении проговорили со всеми заинтересованными сторонами. Понятно. Наталья Сергеевна, пожалуйста. Ну, на самом деле, хороший был вопрос задан, потому что я, как могла, стимулировала принятие этого закона, не просто контролировала. Уже в конце марта, да, вы мне на электронную почту прислали проект закона, который я обсуждала с предпринимателями. Но сейчас вот почему-то, вот это уже вопрос к Анатолию Васильевичу, доработанный проект в электронном виде не был нам разосом. Я его получила как член бюджетного комитета. Значит, нет, доработанный, потому что были внесены изменения там. Я не видела в электронной почте этот проект, потому что хотела разослать еще раз предпринимателям, чтобы они окончательно все просмотрели, у кого какие замечания, но я не получила этот законопроект. Ну, не так. Я не готова, да, столько месяцев рассматривался, потому что наши предприниматели все это время были дискриминированы по сравнению с предпринимателями других регионов. Как только вносятся изменения в федеральный закон и они вступают в силу, мы должны оперативно реагировать в интересах наших предпринимателей. Вот вы говорите, что, ну, здесь вот внесены изменения, да, те, у кого торговая площадь больше 50 до 150 имеют право, да, предприниматели перейти на патентную систему налогообложения. Но ведь до 10 августа наши предприниматели этой возможности не имели, к сожалению. И вот сейчас у меня просьба к представителю налоговой инспекции, господин Лария, здесь, чтобы помогли предпринимателям как-то очень быстро, кто там желает перейти на эту систему налогообложения, чтобы им сделали перезачет налогов. Ну, как-то все это утрясти нужно. Здесь есть вина и наша, как депутатов, как законодателей, мы не стимулировали, может быть, должным образом рассмотрение этого закона. Закон нужно принять. Проделана хорошая работа на самом деле. То, что введена градация, вот о которой говорил министр, да, город и листа, районные центры, другие, да, и все. Возможно, будут еще замечания, но уже эти замечания можно, в общем-то, формулировать следующими законопроектами, носить изменения и так далее. Конечно, этот законопроект сегодня нужно принимать. Мы уже опоздали, уже идет третий квартал. Поэтому дать возможность нашим предпринимателям работы, перейти на патентную систему налогообложения. Вот смотрите, с 1 января какие изменения были? Ну, вот увеличилось количество площадь торгового зала. Потом, там, по-моему, до 20 субъектов, да, вот новые виды деятельности были включены. Потом те, кто на патентной системе налогообложения, получили возможность, да, уменьшать систему налога, уменьшать налог на страховые взносы. Все это мы должны оперативно учитывать в республиканском законе. Поэтому у меня предложение принять этот закон в этом виде. Работа проделана, жалко, что затем будет. Пожалуйста, решение комитета. А можно еще, Наталья? Да. Вопросы? Да, нет, вопрос. Наталья Сергеевна просто озвучила, куда обсуждение пошло. Вступление в силу, и данная мера будет работать с 1 января 2020 года? Нет, нет, сейчас должно обступиться. Не горяча. У нас в законе тут написано, как, про эти законы. Закон вступает в силу. Нет, он должен в этом году вступить, потому что, иначе противоречия идут. Да, да, да. С момента его принятия? Как? С момента принятия он должен. Иначе логика нарушается. Вот смотрите, настоящий закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу уплачиваем в связи с применением патентной системы налогового времени. Почему же я в вопросе? А у нас квартал, по-моему, ежеквартально не платят налог. Супрям. Нет ответа, да? Нет. Я знаю, что с момента принятия. Нет, не будет. С момента принятия? А здесь, видите, он должен быть, он должен с момента принятия. Может, Виктор Слав Николаевич пояснить? Здравствуйте, пожалуйста. Там поскольку может быть, а ну как? Если прячь вам внимание, налоговый период, то если мы сегодня принимаем выпускного проекта, значит, от 4 месяца, я полагаю, с 1 октября он поступит. По окончанию квартала, да? Да. Налоговый период квартала. На 5 месяцев мы можем выдавать патент. Вот. Мы потеряли триквастер. Мы потеряли триквастер. Мы потеряли триквастер, да, когда там за, именно вот, на месяц мы выдавали, там, не зависит от того, сколько дней мы вместе работаем, в этом плане здесь еще дополнительный, как бы, эфиренция для принимателей, то есть патент можно буквально, да, каждый день рабочий оплачивает. Ну, давайте мы отвечаем на наш вопрос, я подниму нашу, с первого. Спасибо. Да, все уточнили, пожалуйста, решение комитета. Уважаемые коллеги, маленькая сложность у меня была, как подвигаться. Можно кондиционер увеличить? Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено, не возникло вопросов, если не возникло, прошу подготовиться к голосовым карточкам. Кто за? Ваше спасибо, Единоглас, спасибо, уважаемые коллеги, спасибо, Дмитрий Александрович. Служится следующий вопрос, номер 8, об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих прощенную систему налогообложения. Значит, пожалуйста, Дмитрий Александрович, вы так более лаконично изложаете, прочитаете все, что на эскепте. Пожалуйста. Вы можете, пожалуйста. На рассмотрение представлен проект закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о постановлении дифференцированных налоговых ставок для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих прощенную систему налогообложения. Основанием для внесения изменений в законопроект послужили изменения, внесенные в постановление правительства Российской Федерации 3 апреля 2020 года, номер 434, о подтверждении перечня отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции с изменениями и дополнениями 26 мая, 26 июня и 16 апреля 2020 года. В день перечня отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции добавлен раздел розничной инфекции. Прошу прощения, действительно душновато. Кондиционеры можно увеличить? Да. Не тянет, то, что ситуацию включите. Уключайте это периодически. Если не тянет, то... И двери пусть откроют что-то. Потому что действительно душное. Пожалуйста. Добавлен раздел розничная торговля непродовольственными товарами. В указанном разделе АКВЭТ 45.11.2 розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами специализированных магазинов. И в 45.32 розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. В связи с этим предлагается внести изменения в раздел G-проекта. Закон о Республике Калмыкия добавим АКВЭТ 45.11.2 торговля розничной легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами специализированных магазинов. И в 45.32 розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Внесенные изменения в представлении законопроект позволят налогоплательщикам с данными АКВЭТами применять упрощенную систему налоговложения со следующими львовыми налоговыми ставками. Для налогоплательщика выброшу в качестве объекта налоговложения дохода применять налоговую ставку в размере 1%. Для налогоплательщика выброшу в качестве объекта налоговложения дохода уменьшен на лишнем расходов 5%. Спасибо. Уважаемые коллеги, информация завершена. Пожалуйста, вопрос. Если вопросов нет, желающие выступить, поддержать и так далее. Пожалуйста. Нет. А, пожалуйста. Да, я поддерживаю. Также попросите депутатов, да, это нужно это направить. Спасибо. Если других предложений нет, предложение Пустьминова поддержать, пожалуйста, решение комитета. Комитет народного права парламента, чтобы числа мурия под бюджетами, с которой принимается в собственность, рассмотревая проект законно-республики, а нести не изменения законно-республики, а при установлении регистрационных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих по решению силного положения. Решение комитета обсуждения, уважаемые коллеги, если не возникло противоречий, прошу голосовать карточками. Мы будем голосовать. Кто за? 25. 25. У нас будет, конечно, вышел. Значит, 25, большинство, 20, решение принято, Дмитрий Александрович. Спасибо вам большое за подготовку. Все, что можно хотя бы принять на этом этапе, это очень важно. Правильно я здесь сказал, Антон Сергеевич. Уважаемые коллеги, рассматривается проект постановления орудного курала о деятельности уполномоченного по правам предпринимателей в 2020 году. Уважаемые коллеги, Станал Вежевич нам должен доложить. Есть такое предложение. Мы давно получили эти документы. Ну, в силу этого напряжения с вопросами было, с подготовкой к сессии, во времени с поправками как-то задержалось. Все могли изучить этот вопрос. Есть такое предложение. К вопросам перейти? Да, перейти к вопросам. Мы все почитали этот документ. Поэтому, Станал Вежевич, вот я один вопрос задам, такой обобщающий. И дальше давайте... Не будет возражений с вопросами начать? Не будет. Поэтому, Станал Вежевич, вот на ваш взгляд, год, вы отчитываете запад, что удалось и что не удалось. Тезисно. Насчет депутаты, мы председатель всех фракций это почувствовали. А дальше вопросы, пожалуйста? Буквально там 3-4 минуты, что удалось, что не удалось. Ну, хочу просто рассказать, что удалось те обращения, которые написали, с 44 понимаете, у нас все они были завершенны. Это что касается обращений. И в письменном виде, 44, есть 136. И вот сейчас вот Дмитрий Александрович прочитал проект закона. А вот эти системы нам выложили, где мы в свое время и региональное отделение опоры КСИ выходил с отражениями. Мы написали обращение в Урал и вместе с Токородкой, где он задал. Этот закон на солнце отражений и решился назначить ничего не положительным. Ну, что не удалось, что не удалось, что не удалось. Не удалось все-таки оградить, что ли, так сказать, наши предприниматели от неприменения контрольно-касовных дел. В 2019 году я уже обращался в Урал, в Министерство и в Министерство о том, чтобы отменить применение контрольно-касовой техники на нашем рынке. Но, тем не менее, вы все знаете, Антолий Васильевич, он пришел в ответ Государственной Думы и Министерство финансов РФ о том, что закон и наше предложение о том, чтобы расширить перечень видов торговли, в которых не надо применять контрольно-касовные техники, все-таки не нашел своего отражения. Хотя, закон не гласит о том, что на открытых рынках, в частности, в нашем единственном рынке, на базаре Горького, если не сохраняется сохранность товара непродовольственного, то правильно ли не применять контрольно-касовные техники. Но на сегодня, я говорю, там разночтение в законе одно, а в постановлении правительства все-таки перечнем не допускается такое расширенное в неприменение контрольно-касовные техники. Там в основном указано, что не применять имеют право тех принимателей, которые торгуют носками, нательным бельем и так далее. А остальные все-таки подпадают под то, чтобы они применяли контрольно-касовные техники. Ну, вы сами все знаете, у нас там рынок такой, накрыт тентами, все временно, и обеспечить сохранность товара невозможно физически. Они каждый день приходят, разбрасывают свои локти, вечером дно собирают и уходят. Поэтому, что это нужно, что-то должно быть. И что-то остается, пока вы еще будете докладывать, я вот Вареева просил бы. Ну, вот сейчас Путин говорит о том, что всех нас на цели, или правильно, овощи, сезон, крестьян должны приезжать, какие там контрольно-касовные машины, значит и так далее. То есть, я попрошу вас потом ответить, сейчас вам доложим, чтобы мы понимали действительно солидарность с этим делом. Человек привез, или даже из базы привез, продает и так далее, 20 этих ящиков помидор, контрольно-касовая машина. Вот как-то нелогично и не вяжется. Я извиняюсь просто, чтобы были готовы, пожалуйста. И, опять же, я не хочу говорить о том, что сделано, и что будет сделано, я вот поставлю на вопрос о том, чем, в общем-то, еще не удовлетворен это в части то, что наши пассажирские перевозки. На сегодняшний день у нас пассажирских перевозок как-то кого-то нет. Ни в одном районном центре нет автовокзала или места отправки наших граждан, граждан нашей республики. Все напрочь, что закрыто. Ко мне обращают предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками. У нас была встреча с председателем правительства Юрием Викторовичем, в котором мы обратились о том, чтобы как возродить, что ли, пассажирские перевозки в нашей республике, где Юрий Викторович, в общем-то, выступил с вниманием наших предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками и пообещал помочь и рассмотреть эту часть субсидирования, какие-то издержки для наших предпринимателей, занимающихся перевозками. А сколько таких предпринимателей у нас в республике? Вот, к сожалению, у нас было 7 предпринимателей, занимающихся пассажирскими международными перевозками, легальными. Я подчеркиваю легальными, Антон Васильевич. Остальные, кто занимаются перевозками, это все нелегальные. И вот этот вопрос просто стоит, где я, в общем-то, на всех совещаниях поднимаю, о том, что необходимо усилить контроль за теми перевозчиками, которые занимаются якобы пассажирскими перевозками. На самом деле у них нет никаких ни лицензий, ни паспортов маршрутов. Все напрочь отсутствует. Тем самым они подвергают жизни и опасности наших пассажиров. Не в суд, не соблюдая скоростной режим и прочее, прочее, прочее. Поэтому я говорю, первый зам председателя правительства Шургунсиев, Ассистан Живич, то же самое, собрав нас, предпринимателей, и меня, где мы обсудили еще и, в общем-то, наметили уже пути для того, чтобы помочь нашим предпринимателям, занимающим пассажирскими перевозками, в части организации посадочных хотя бы мест в райцентрах. Но опять я буду сейчас, я наготовлю письма в районный центр главным, чтобы они помогли хотя бы с помещением, пригодным для отправления граждан в пункт своего района. Это их обязанности по закону, муниципалитет обеспечить? Я понял, что обязан, но тем не менее, сейчас отсутствуют все автокассы. Люди под солнцем без всякого тента, без укрытия стоят, там голосуют, кто как может добирается до города и другие. Слава, здесь, чтобы не потерять мысли, все-таки по Ларееву мы сразу получим ответ. Другие товарищи, по вопросам, которые нужно еще перед Лареевым поставить, пожалуйста. Другие товарищи, пожалуйста. Адрес на каждом, да, делали обходы. Значит, у нас это онлайн применяется по общему правилу все предприниматели торгующие на этих объектах, за исключением тех, кто торгует определенным видом товара. Вот здесь у нас индивидуальный подход к каждому ЛИСу. К каждому ЛИСу мы, в связи с этими обращениями, значит, тоже проводили беседы что-либо. Вот это, там, разъяснение предпринимателям. Кроме того, сейчас служба федерального обслуживания в целом в стране реализуется проект РУМС. Вот, это проект реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина от ноября прошлого года. Это было связано с обращением граждан о том, что у нас на рынках в стране, значит, творится беззаконие, что не соблюдается, значит, права потребителей. И в связи с этим, значит, был реализован этот проект, сейчас реализуется по стране, и мы не исключение. Вот, если брать... Как он реализуется? Да, если брать предпринимателям, который вот на овощном рынке торговый, увы, мы, что-то, не замечали там производитель, вот, там, перепродавцы. Вот, там одни эти жители с торгой, и мы требуем от них, значит, регистрацию итогов качества, ну, и имение КПТ. Ну, во-первых, в этом плане КПТ мы рассматриваем как гарантию соблюдение права предпринимателей, вот, которые могли бы потом предъявить, значит, свои требования по покупке, там, некачественного товара, да, вот. Ну, и, во-вторых, это наведение финансового контроля, вот, и, значит, вычисление налоговых обязательств, фактических размеров. В одном из обращений, честно говоря, смутило одно выражение о том, что в связи с этим, значит, требованием введения КПТ мы будем вынуждены платить налоги. В общем, согласитесь, что налоги должны платить все по Конституции. Вот, и все. По налоговому кодексу. У меня все, пожалуйста, спасибо. У меня вопрос есть. Вы на представитель нового интерфекции. Мы вопросы рассматриваемся. Ну, этот вопрос вообще связан с предпринимателями. Вот вы говорите о предпринимателях, которые торгуют на рынках, да? На самом деле, вот, правная, наверное, по защите прав предпринимателей, я тоже интересовалась этим вопросом, ко мне обращались предприниматели, вот, торгующие в этих палаточках, да, на улице Горького, Зеленка. Ситуация какая? Вот, как я беседовала с ними, выяснилось, что большинство из них на патентной системе налогообложения. То есть, им этот кассовый аппарат, как говорится, до одного места. Они налог платят, исходя из базового дохода, да, о котором говорил министр экономики. Зачем напрягать предпринимателей? Тем более, вот, правом, что сохранность, да, товара не соблюдается. Там такие палаточки тоненькие, вы знаете, да? Они не могут оставить свой товар, уйти, там, товар под защитой только этого продавца. Очень много вопросов возникает. Вы со своей стороны обращались, ваши руководства, потому что, я понимаю, налоговый кодекс, мы все, да, подчиняемся ему, но там есть такие моменты, которые нужно менять. Вот я обращаюсь и к вам. Вы же представители «Ледяной России» у нас уже были, да? Вы обращались, вы инициировали вот какую-то законодательную... Как «беспартийно»? Он всегда работал в «Ледяной России». Ну, значит, вот законодательную инициативу по внесению изменений в этой части налогового кодекса. Ведь есть ли человек на патентной системе? Зачем ему этот кассовый аппарат, который, между прочим, как только температура выше 35 градусов, да, вот вы говорите у перевозчика, он перестает работать. А если температура там низкая зимой, он тоже не работает. Зачем им этот кассовый аппарат? Они налог платят, они налогоплательщики, дисциплинированные, ответственные. Вообще вот это вот, вот эти вопросы нужно устранять. И я думаю... Постановление правительства России туда... Да, да, и туда надо вносить изменения. На самом деле мы все вот ссылаемся. Вот, Наталья Сергеевна, вы неправильно трактуете закон, отвечает ваш сотрудник, да, ваше управление ФНС. Вы, говорит, провалитесь закон, посмотрите перечень. Посмотрела. На самом деле очень много вопросов. Все зависит от того, как трактовать. Вот вы, как представитель, как руководитель налоговой инспекции. Можете дать четкие разъяснения, да, всем, кто торгует вот в этих палатках. Чтобы они четко знали, что от них требуется. Я понимаю, там чулоченосочные не облагаются, там, кто торгует мясом в крытых рынках, тоже не должен, да, иметь кассовый аппарат. Нужно выговорить. Они сами все знают. Ничего подобного. Люди, которые там торгуют, они не сидят, как вы, в интернете. Они мало что знают. Им не до этого. Они под паяющим солнцем целыми днями стоят, чтобы заработать какую-то копейку на свою семью. Вы должны вести, вот как у ФНС, да, разъяснительную работу. Я вот когда поговорила с предпринимателями, убедилась в том, что они вообще мало что знают. Хорошо. Они представления не имеют, кто должен иметь, кто не должен. Здесь надо поддержать Наталью Сергеевну. Вы должны вести эту работу, потому что, и пытаться как-то защитить предпринимателя. Вот не вставать в позу такого, знаете, вот мы контролеры и все. Вот мы вам акт выписали, а дальше как хотите. Такой ситуации не должно быть. Вот вы говорите, нужно работать с каждым отдельным предпринимателем, да? Разъяснять ему. Но этой работы нет. Она не проведена на рынке. Наталья Сергеевна, я тоже вас поддерживаю. Давайте мы министру экономики поручим. Я в этом письме, кстати, в двух письмах наложил резолюцию. Прошу встретиться с людьми, разъяснить, что возможно, что невозможно. Ну, пока я здесь советую. А ты, Васильевич, пригласите меня на эту встречу, потому что мне интересно. Поэтому министру экономики я поручил Ларееву. Конечно, выписывать-то легче. А, составила все. Хорошо, еще вопросы, пожалуйста. И вопросы у меня к комбатсмену. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот я ознакомилась с вами. Ну, такая работа достаточно, общая такая. Что меня заинтересовало? Динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия. Динамика, конечно, настораживающаяся. Все по наклонной. Здесь, на самом деле, тоже ваш вклад. Есть и предприниматели. Смотрите, количество субъектов. И микро, и малый, и средний. Все к уменьшению идет за последние годы. 21, 20 и 19. Это очень плохо. Дальше я посмотрела еще один аналитический обзор. Индекс административного деления. Давление. В Республике Калмыкия здесь на очень хорошем месте стоит. На самом деле, нереально в хорошем месте. Административное давление на наших предпринимателей высоко. А здесь 3,0. С какой стати? Кто подает сведения? Значит, сведения, которые подаются для того, чтобы выводился этот индекс, они не совсем объективны. Я вот приведу простой пример. Меня поддержит, кстати, фракция КПРФ. Буквально недавно. Я понял вопрос. Мы пытались разместить баннеры. Вот мы пытались разместить баннеры в городе Элистай, в других городах Республики Калмыкия. Все фирмы нам сказали, что администрация запрещает размещать баннеры партии «Справедливая Россия». Даже те, кому мы уже проплатили за аренду, отказали и до сих пор деньги не вернули. Не политизируйте. Нет, это как раз административное давление. Я просто привожу, почему не политизируете. Это пример административного давления. Что значит административное давление? Хотя это правильный вопрос. Пожалуйста. Эти данные в докладе приведены из доклада, упомоченных по правам предпринимателей Российской Федерации, где основываясь на данных всех тех, которые называют органы, всех регионов, они составляют этот индекс административного давления. Это не мои цифры. Я не думаю, что вы так административное сделали. Мне, конечно, было очень приятно было, но, как вы говорите, в любом случае, может быть, картина, она несколько так вот сплазана и говорится о том, что... Уважаемые горячие, есть еще пожелания? Правдивые. Пожалуйста. Добрый день, Александр Владимирович. Хотел вопрос задать по поводу группы предпринимательниц. Они вот у нас, так сказать, тоже сосредоточены в нашем мире, да, у нас прошло. Пожалуйста. Где предпринимательница Цигаменко и Бажайова? Они в прошлом году, они там тоже обращались, кстати говоря. И там действительно, как Наталья Сергеевна говорит, что административное давление, они там сами говорят, что вот из-за участия одной из них, соответственно, на митингах. И на них идет давление, им даже там говорят сотрудники. Ну, сама даже сейчас вопроса здесь. И, соответственно, от вас какая реакция, да, потому что к вам обращение было. Соответственно, каким образом вообще проведется. Передавали ли вы, потому что там вышестоящие, там же это тоже, если бы по способам. Потому что, ну, действительно, давление как бы есть, и оно ощущается. Вот даже вот, когда недавно они пытались здесь провести, ну, точнее, вот, провести конференцию по пустыниванию. И там предприниматели, рестораторы, они сказали, чтобы там не принимали. В таком-то же плане бы там предприниматели были. Соответственно, ну, с вашей стороны. Какому тут, Бажайова, Цигаменка, я вам комментирую. Пожалуйста. Я сразу хочу сказать, основная чета были на приеме, устный, был разговор, никакого обращения со стороны Цигаменка, в котором, в общем-то, она озвучила все это положение, которое она ведет как предприниматель по вопросу о борьбе со пустынью земель. Но никакого обращения к нему не было. Мы просили ее, чтобы она обратилась к нам, она сказала, сейчас я приду. Потом мы стали узнавать все-таки, в чем дело, почему молчание. Там мы видим СМИ, они там жалуются о том, что их преследуют и прочее, прочее. Но это у нас, в общем-то, не могут нас... Мы ждали обращения. Теперь на сегодняшний день мы узнаем, что, в общем-то, все подрядные работы проводил представитель, предпринимательство, в Савдоградске, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, и все-все документы находятся у него, якобы так, со слов. Поэтому, если бы она обратилась к нам, естественно, уже бы включились бы в работу, и более-менее ясно было бы посоветники обратиться. Нет, а в чем дело? Вы же обязаны на устные обращения реагировать. Так еще и в соцсетях же, соответственно, это был революционный. Нет, на устные обращения. Вы же сами пишите, что 44 к вам письменно обратились, а 136 устно. И вы реагировали? А почему на это не реагировали? На них дело в том, что оказывали давление. Им говорили не выходить в соцсети. На них реально оказывали давление. Две молодые мамаши, чтобы все понимали, у одной маленький ребенок порядка, не знаю, 4-х лет, наверное, но у другой маленький ребенок без мужей. Соответственно, ну как вы думаете, вот именно в данном случае, этот, наверное, все-таки институт, наверное, существует, у полномочий, потому что предприниматели, к сожалению, у нас в республике действительно, в этом плане, наверное, забудут. Я как гражданин, как мужчина, я соболезную женщин, которые попали в эту ситуацию. Но еще раз хочу сказать, что работа у полномочия, она носит заявительный характер. Если у нас какое-то есть обращение, тогда мы идем и во все инстанции размочим обращение, где юридически, там, другим формам мы уже оставим интерес наше внимание. Если нет бумаги, как говорится, ну, я на слова же не могу сходить. Можно вопрос? Нет, нет. Да, можно, пожалуйста. Вот вы вроде бы еще не совсем пожилой человек. А что ж вы до мозга костей такой чиновник? Обратились к вам люди, устно обратились. Почему нельзя отреагировать? Вот депутат Шейн, например, отреагировал, обратился к генпрокуратуру по их устному запросу, понимаете? Почему вы не реагируете реально на запросы? Они обратились, мы им посоветовали и сказали, дайте документы, мы дайте, будем сейчас туда обращаться в те инстанции, с которыми вы не согласны. Но они не пришли. Шесть депутатов. Мы что? Мы тоже депутаты. Хорошо, вы сейчас готовы подключиться на основании? Да, но и хотелось бы тогда, соответственно, от вас вот какой-то реакции. Мы уже как депутаты, соответственно, вот я думаю, Наталья Сергеевна согласится. Мы уже вот как два депутата просим, соответственно, хорошо подключиться в вашем, так что это будет. Уважаемые коллеги, давайте вот кто-то, кто-то, кто-то изъявил. Наталья Сергеевна, Дмитрия, 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 или там Расова, или тоже. Да, не-не-не, это исключательно. Политизировать ничего не надо, если есть такое обращение, давайте с реагируем. Уважаемые коллеги, ну мы же хотели, чтобы у нас обсуждение с участием процедателя прошло. Время неумолимо движется к той черте, где процедатель должен уйти на ВКС. Поэтому, уважаемые коллеги, если есть какие-то еще вопросы с предпринимательством, не возбраняется с ним работать каждый день. Вот, Арсан Борисович, знаешь, где он сидит? Где он сидит? Знаем, знаем. А переехал, переехал уже? Ну, давайте, вот видите, знаем. Уже переехали. Значит, давайте, да, ну давайте. Тут лаконичность не может. Уважаемый Санавриджич, ну вы очень организованно внесли доклад еще в апреле текущего года в Народный хурал Парламента Республики Калмыкия. Мы очень внимательно, подробно изучили доклад действительно сегодня и анализ, который вы представили, что за время работы к вам поступило 44 обращения, в письменном виде, и 136 плюсных обращений. Санавриджич высказал о том, что они практически 44 письменных обращения решены положительно. Вот структура анализа этих обращений. Все-таки расскажите, по каким направлениям и тематикой этих обращений, раскройте нам, по каким направлениям предприниматели обращались, и что бы вы сделали. И второй вопрос у меня в Санавриджич связан с перевозками по городу Элиска. В социальных сетях, о чем вы, в принципе, сказали, что тоже отслеживаете, очень много жалко со стороны наших граждан о том, что на сегодняшний день газели на территории города Элиска не работают. Графика общественного транспорта, муниципального, который был создан в муниципальном предприятии на территории города Элиска, автобус уходит тоже без графика. Таким образом необходимо помочь предпринимателям, тем газелистам, которые не могут работать на маршруте, то что нужно сделать. Спасибо. Два вопроса очень много личных. Ну, в общем, с самым ян, первый вопрос. Обращений, как бы я очень сказал, в закладе 44, они, в общем-то, носят разноплавный характер, но в основном, в основном, это больше касается земельных отношений, это не предоставление места для размещения НТО. И остальные, там, можно сказать, самые такие обращения, которые я хотел бы рассказать, парадокс, это вот вопрос автобуса, автобусы, автобусы энергии, как бы наша МРС-кобида, в частности, Коммунерго, считывает или производит расчет для уплаты нашим предпринимателям облаты за электронные потреблённые. Вот в позапустном году поступила жалоба предпринимателя, в котором жаловаться на действия МРС-кобида, в котором они, в общем-то, провели проверку в его магазине, насчитали и составили акт, хотя в акте, я чём сочетаю, там никаких таких претензий и... То есть земля и тарифы, понятно, давайте дальше. Мы каждую жалобу... Ну, я вас поясню, смотри. Здесь получается из 200 обращений, поступивших к вам, только тематика, это выделение земельных участков, подведение, да, торговли, торговли и тарифы. Таш, всё понятно. По второму вопросу, если я правильно понял жалобы самих перевозчиков, которые занимаются городскими перевозками... И граждан, Тома Владимирович, которые пишут, что не могут поехать с работы до дома и вообще не могут свободно передвигаться по городу и листа, потому что они работают общественной транспорностью. Я, может быть, поставлю ещё, может быть, ещё раз скажу, что на сегодняшний день пассажирские перевозки в городе Листе то же самое, но требует пересмотра и кардинального изменения. Почему? Потому что даже вы посмотрите, мы одни и те же жалобы на то, что отсутствует транспорт, транспорт в час пик и прочее. Когда проходят проверки, вот мы, инициаторы, будем проверки для того, чтобы бороться с теревиками, тут же сразу по цепочке проходит инвестие о том, что выходит комиссия, и они снимаются с леди. Это говорит о том, что все те, будем так говорить, газели, которые занимаются перевозкой наших горожан, они все нелегитимны. Все работают под чёрным флагом. Я о чём и говорю, чтобы надо было всё-таки составить регистр, заключить опять же с ними договор, хотя у них якобы имеется договор, но вот мы, я лично разговаривал с предпринимателями, перевозчиками, они желали, что как раз-таки, если вы очень на то, что те субъекты, так сказать, предпринимательской деятельности, в кавычках, которые занимаются у нас в городе, у них нет никаких документов на право перевозки наших пассажиров. Вот поэтому отсюда вот эта картина о том, что наши горожане жалуются, где газели, и бросили пассажиров. Хорошо. Вы же смогу какую-нибудь официальную направлению? Что было не как статацию, а что необходимо сделать, чтобы урегулировать данный вопрос? Я уже обращался к мэрию о том, чтобы у нас вознана комиссия, и было пересмотрено количество и тех маршрутов, рейсов, которые определены в нашем городе. У нас там порядка 12-16 маршрутов. Реакция есть, но пока статей акции нет. Пока. А можно конкретно сказать, когда вы обратились? Потому что все работают в черную. Реакция, пожалуйста, когда вы официально обратились в администрацию города Элисты по данному вопросу? Я обращался к вам. Вы все любите, все прописано. Хорошо. Ну, уважаемые коллеги, еще есть вопросы? Оперативные, если можно. Когда мы просто есть, без председателя будем разобраться. Добрый день, уважаемый коллеги. Слава Андреевич, вы задавались вопросом, почему они все в черном работают в нашем нашем городе? Может быть, вида в том, что там до такой степени докрутили гайки, что они вынуждены работать в черном? Потому что по закону работать практически невозможно. То есть, страховый, преподаватель, КРФ. Извините меня, это там с собой отдельную лабораторию надо вводить на приступе, чтобы работу заработать по закону. Поэтому тогда никогда не получится. Наши гибели. Это в порядке, в общем-то, в разуме. Если, может быть, обратиться через свою федеральную структуру, обратиться к правительству, федерации нашей, то, чтобы чуть-чуть снизить требования, настолько урисплеченные. Вы, частично, уже ответили на вопрос о том, что почему. Вот в основном занимается теневым бизнесом. Потому что не хотят покупать, во-первых, кассу аппарат и все те цвета оборудования, которые необходимы и приписаны законами. Это очень накладно для наших перевозчиков. Это одно. Плюс, как бы сказать, несовершенная форма контроля. Я обращался, опять же, к транспортной инспекции, где они говорят, что они имеют физической возможности проверять транспорт по причине того, что у них штаб не был комплектован. В свою очередь, я и с вами, когда мы разговаривали, я инициировал создание групп, которые хотели бы, и представители, налоговую форму на общественные о том, чтобы заходили и боролись с этими теневиками. Каким образом? Что касается международных перевозок, я опять же говорю, у нас сейчас вроде бы никто не ездит, а в то же время все благополучные, на минимум это, выезжают до Москвы, до Питера, подвергают себя опасности. Они даже не понимают, что этот человек не рецензирован. Он не по страховке ничего не получил. Понятно, все понимаем, а действий немного. Значит, мы бы хотели пожелания вам, от всех, кто выступал, все-таки давайте предметы с мэрией, предметы с федеральными структурами. Получили сигналы, получили в сетях сообщения, получили что-то другое, давайте активнее работать. Ну, целое подразделение, которое давно этим занимается, будировать других, и мы будем только вам благодарны за это. Уважаемый коллег, если больше нет вопросов, пожалуйста. У меня буквально реплика к полномоченному, в адресу полномоченного. Это глазами обывателя. Я вот заметил последний год, смотрю на общественный транспорт, я на нем не езжу, но вижу по городу, то есть все автобусы ветшают. Газели старые, парк устаревший, морально уже, если там, скажем, лет 7-8 назад он обновлялся, видно было, что люди что-то имеют с этих перевозок, обновлялись, и некоторые предприниматели имели по несколько, по 2-3 газели, сейчас я вижу, их количество уменьшилось, и парк устарел, новых машин не вижу практически, поэтому на это мы тоже должны обратить внимание, город особенно, потому что и поэтому, наверное, и жители жалуются, что не вечером нет маршруток, и днем их практически мало, поэтому это станет скоро большой проблемой. В перспективе, в недалекой перспективе этот вопрос может стать остро, поэтому вам надо как бы поработать здесь с городским управлением, да, и какой-то хоть план может быть, даже действительно не ужесточать там вот полным набором того оборудования, а может быть, наоборот, смягчить эти условия, чтобы хотя бы перевозки были. Спасибо за пожелание. Значит, все понятно, пожелание есть, давайте, иначе, наоборот, диалог не закончится никогда. Уважаемые коллеги, у вас на руках есть проект постановления, кому что-то еще не ясно, прошу подойти в перерыве, действительно, давайте эффективно рассмотрим другие вопросы. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте проголосуем за проект постановления, который у вас на руках, за основу, с учетом разговора, в том числе, наоборот, и вы правильные предложения внести, и согласны Александра, более плотная работа с мэрией и так далее. Давайте все это вам напишем как пожелание, а следующий год спросим, будем ли вы не по прям, значит, как вы реализовали за год те пожелания, которые вот высказали наши депутаты. Кто за проект, за основу, прошу право согласовать. За, я, за. 25. Кто против? Кто воздержался? Один. Один. Большинство достиг, дошельно принято, спасибо. Спасибо вам. Поактивнее работайте, поактивнее. Просьбу. Просьбу давай. Я поднимал этот вопрос уже в течение лет о аппарате полумочной. Вы знаете, очень неудобно представлять вас, вы судебных инстанциях, и когда нас спрашивают, почему ты состоишь в аппарате по человеку, я вам, в общем-то, пока ему объяснишь, почему столько. в юридическом статусе у нас как такого лета, поэтому хотелось бы, чтобы аналитики работали. Давайте запишем тогда пункт, если не вложил, мы за основу приняли. Более эффективно будет работа. Да, попроси, поручить правительство. Я не поняла, какой пункт? Какой пункт? По, представляете, интересному аппарату, по штатной численности. Что, увеличить штатную численность? Ну, скорее всего. А сколько у вас сейчас? Вы один? Сколько человек у вас спрашивает? Ваше. Ну, два достаточно для такой маленькой республики. Они юристы? Вы юрист и второй юристы? Как? Ну, у вас юридическое образование? У меня? Да. Нет, у меня не юридическое. Ну, вот пусть он и представляет интересы судьи. Значит, не записывай. Ну, что такое? Конечно, не записывай. Значит, нет. Все, мы с вами голосовали, уважаемые коллеги, спасибо. Присаживайся, двигаемся дальше. Одиннадцатый вопрос, уважаемые коллеги, вернее, десятый вопрос. Проект закона, Наталья Селин, проект закона об основных направлениях государственной молодежной политики республики Колумбия. Вносится комитетом народного Урала по образованию и здравоохранению. Докладывает профессиональный комитет, Владимир Котинович. Уважаемые коллеги, здесь приведение соответствия регионального законопроекта в соответствии с Германом. Встреча с Германом, значит, законы вступки в Калмыкии о основном направлении государственной молодежной политики вступки в Калмыкии будут приняты ранее. В 20-м году принят федеральный закон и в соответствии с федеральным законом увеличится возраст. возраст, то есть ранее в соответствии с региональным законом возраст был определен от 14 до 15 лет. В соответствии с федеральным законом до 15 лет. И это приведение соответствия. Поэтому комитет просит рекомендовать, что я рассмотрю, рекомендует народное право принять на армию. Уважаемые коллеги, возникли вопросы? Если нет, давайте определимся с голосованием. Решение комитета озвучено. Он же предлагал эту ситуацию с приведением соответствия. Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Против. Валерий Николаевич. Кто против? Сколько за? 25. Кто против? Кто воздержался? Я за. Воздержался, да. Уважаемые коллеги, закон был. Спасибо, уважаемые товарищи. Значит, мы двигаемся дальше. И один вопрос о подзыве на федеральные законы. Проект постановления народного курала. Зампредседателя, пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, предоставляю вашему вниманию проект постановления народного курала парламента республики Калмыкия. Подзывов на проекте федеральные законы. Представленным проектом постановления народного курала с учетом решений профильных комитетов народного курала предлагается рассмотреть и поддержать 90 проектов федеральных законов. На разнообразование изложенного вопросу вас утвердит представленный проект постановления. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, есть в сухине вопросы? Нет, если нет, уважаемые коллеги, есть проект у вас на руках. Прошу проголосовать. Кто застал? Кто против? Кто воздержался? Уважаемые коллеги, мы этот вопрос тоже рассмотрели и мы приступаем к рассмотрению вопроса разных. В том числе я подразумеваю здесь информацию, которую мы прилагаем в повестке ДНР, вернее к протоколу о том, сколько вопросов, сколько сессий было проведено 3, сколько рассмотрено законов 28, законов 3 сессии, сколько, по каким направлениям рассмотрены эти законы, как работали фракции по приему, отмечена положительная работа практически у всех фракций, большинства депутатов, значимость социальных вопросов, в том числе сегодняшних, направленных на улучшение условий работы разных категорий предпринимателей, ну и так далее. То, что реально было рассмотрено на всех сессиях. Теперь давайте, пожалуйста, ваши вопросы, уважаемые поликлиники. Так, пожалуйста, Кузьмин. Да, ну то, что мы как раз таки вчера на фракции говорили, да, хотелось бы вот тут про ситуацию в Донецком более, так сказать, уже принять. И, ну там это не поликлиника, как говорили, там больница, поликлиника там как раз таки работает сейчас. Нет, здание поликлиники. Здание поликлиники. Да, вот это администрация. Мы имеем в виду, что сама поликлиника, она работает на данный момент, а больницы уже, стационары, где там было 4-5 отделений, они не работают уже полтора года. И люди, по-моему, там капельницы не могут получить. И уже, да, уже народу уже настолько нагетело, сколько, ну, что они говорят, мы уже готовы выйти на сход граждан. Нам без разницы, говорит, это пандемия, не пандемия, потому что, говорит, полтора года, когда как раз таки вроде как закрывали, временно говорили, то что, ну, как бы не упразднят. А сейчас ситуация вообще непонятная. Плюс у них на обозрение детский садик, который был тричиной уже два года, никто этим не занимается вообще, ну, как они говорят. Плюс строительство школы, которая должна была сдаться к первому сентября, я вот тут там позавчера был, не сдастся на первое сентября, более того, она до конца года, я думаю, не достроится в состоянии, потому что, ну, вообще там, они говорят, полгода уже вообще никакого движения не идет на данной стройке. Соответственно, в следующую ситуацию, и плюс еще у них сейчас по больнице, да, там они прекрасно понимают, что здание администрации там стенка что-то трещину дала, и, соответственно, что дальше будет, тут сегодня мы тоже вот в части услышали, что вообще даже еще и не определено конкретно с финансированием все-таки. Будет софинансирование из бюджета, не будет, если будет, то будет, соответственно, послод по одному варианту строиться с ними, то по другому. Ну, вот как граждане, это все-таки целинного района, да, там, второй по численности район все-таки у нас в республике, полтора года, два года уже по определенным вопросам, ничего вообще, ни ответа, ничего, никуда спросить, никто ничего не говорит. Вот часть этого сначала хотела бы вопросы задать, ну, потом еще и другие вопросы. Нет, давайте так, сразу давайте, потому что у нас по вопросам, которые... Ну, просто данные я в разным людям, в разным людям. Ну, давайте эту тему, давайте, хорошо. Так, я думаю, Игорь Викторович, распределить, кому сказать, какую часть. Да, странно, что люди в районе, не знают, кто может быть в районе, надо идти к нему, а он уже пойдет туда, где ему дадут ответ. Странно, что мы диалогом между главой районом, насколько ясно, что если из ваших слов, что вы оконнете. Ну, при возможности, когда мы с вами беседуем, я спрошу им подсказать этот алгоритм действия. Я думаю, он будет эффективнее, люди получат ответы. По, я так понимаю, вы по УКОИНу, да, УКОИНа, в том числе, в ВОКОИНа? В том числе, да. Смотрите, по софинансированию, ну, вот, коллега доложил, рассказал, вопрос, кто будет софинансировать, он на сегодняшний день, да и преждевременно, наверное, ответ на него нет, потому что это уходит в следующий год в любом случае. Вот, поэтому мы определимся с компанией УКОИНа, как все-таки это будет выглядеть. То есть, либо это действительно будет республика, компания за 40 миллионов, либо это, может быть, урожайная компания все-таки каким-то образом нам здесь поможет и завершит. Потому что позиция УКОИНа, ну, я за коллегу скажу, она такова, что этот объект надо завершить в любом случае. По больнице, Юрий Ильич, там, что там, подскажите, более стуально. Там сейчас, в общем, терапевтическое отделение продолжает работать, терапевтическое отделение племенно прикрыто, поскольку мы там до этого разговаривали, что есть первичное соперничное отделение по КАИНу. Микрофон, каким, пожалуйста. И терапевтическое отделение на сегодняшний день, там, плановый прием не ведет. Мехтенная патология мы принимаем в суде, в больнице. Поэтому на сегодняшний день именно да. Детская служба там работает в рамках дневного стационара, и хирургия там также работает, и поликлиника работает. Расширили стоматологию, расширили жирческую консультацию. Сейчас, если говорить о проекте ВОКОИЛа, то, по крайней мере, уже даже все узкие специалисты на работу приняты, и закуплено оборудование для этой поликлиники, которые были накрываны. Там будет три этажа, плюс дневной стационар, ну, и полностью весь этот рак. А вы можете тогда уточнять, что это именно в поликлинике работает, а стационары, именно по хирургическому, генетологическому отделению, и терапевтическое, и детское не работают? Или работают? Если работают стационары именно в больнице, тогда скажите, где, по какому адресу? Потому что вся проездовалась по поликлинике, и там нигде нет стационаров, где она работает? Более того, там бывшая детская больница, именно стационарная, сейчас находится на что-то на стадии продажи, это вот сами сотрудники сказали, хотя бы вы тоже выточнили по этому поводу. По крайней мере, разговоров и команд о продаже или передаче имущества распоряжение не давал, не думаю, что это можно сделать милую учредителю, то есть милую учредителю, то есть милую учредителю министерству. Поэтому я, честно говоря, не знаю, с кем вы там общались. А стационары, вы сейчас сказали, что работает хирургическое отделение, где они работают, где там они работают, потому что там мне сами сотрудники, именно больницы, сказали, мы уже полтора года не работаем, потому что нам ездить в город, нам сказали, в город работают, ехать работать. Мы не хотим туда работать, как нам туда добираться, как оттуда выезжать. Если вы говорите, работают стационары, вы сейчас сказали, хирургическое, детское, где они находятся. На сегодняшний день терапевтическое детское отделение в связи с ситуацией по ковиду, по вановой приеме там не проводят. Хирургическая экстренная помощь в поселке Троицком оказывается, там есть врач-хирург на сегодняшний день. Ореглиника или стационар? Майори про стационар. У них было стационарное... Стационарное, двухэтажное задание, сейчас связи с ковидом. С связи с ковидом ничего не работает. Чего же ясно? В первично-сортировочном отделении, оно сейчас не работает, не функционирует в том ключе. Но у нас сейчас многие отделения по республике не функционируют в связи с ковидом. В общем, не работает. Но мы когда выровняемся? Когда выровняем ситуацию с учетом ремонта, Да никогда, Антонович. Я же не у вас спрашиваю. Пожалуйста. Прогнозировать по тому, когда мы победим ковид, сейчас, конечно, крайне сложно. Ситуация очень непростая. Но в любом случае, на сегодняшний день и в перспективе медицинская помощь в поселке Троицком будет сохранена. Можно мне? Я вопрос скажу, пожалуйста. Да, я вот смотрю, слушаю, наблюдаю вот эти процессы управленческие, и просто уже не могу даже понять. Настолько низкий уровень компетенции и понимание вообще всего этого процесса, что все стоит и доходит до смешного. Если представитель Лукоула говорит, что документация проектно-сметность только-только начала появляться, и они хоть на вопрос, на что пойдут 45 миллионов, и вообще сколько денег на все это нужно, вот только-только начинают понимать. И увеличение там до 90 миллионов ничего не решает. Это, я говорю, тот человек, который из районной администрации сделал больницу, да, вы знаете корпус. Но, Анатолий Васильевич, вы тогда были председателем, вы прекрасно помните, я развез до этого пакет документов с государственной экспертизой, уже готовые проектно-сметную документацию, а не ТЭО-проект, да, и развез по Минэкономике, Минстрой, правительство дал знать, и дело так или иначе решилось. Сегодня, как вы собираетесь, вы вообще речь ведете о больнице, о целого райцентра, причем самого густонаселенного на сегодня, да, все сельское население переезжает поближе к городу, куда? Это в Троицкое. Население существенно увеличилось в разы этого поселка. И, конечно, людей, которые находятся там без медицинского обслуживания стабильного в условиях ковида, это вообще, даже вот в моем понимании, в мою голову даже не помещается. И поведение таких руководителей, которые, то есть еще бывший глава, чего трезвонить, если ты, зачем ломать здание, рушить его там, когда у тебя еще нет никакой перспективы финансирования, непонятно, какой будет проект, насколько он потянет, кто будет, из чего будут слагаться эти инвестиции, которые туда должны прийти. То есть полная, полная, только полная профанация, да, какие-то лозунги бросили, выгодные на тот момент, одни руководители, потом другие, третий, министр туда присоединился, да, там приехал, наобещал, мы помним, какие он собрания с жителями проводил, а сегодня жители оставлены один на один с проблемами. И вот это вот, такой подход в управлении, он мне говорит красноречиво о том, что где вообще люди, где специалисты, где профессионалы. Полное их отсутствие в республике, и никто не может нормально наладить этот процесс. Тем более вы прекрасно понимаете меня, специалистов и так единицы, а вы их еще разгоняете, как говорится, как вы говорите, по политическим мотивам. Как здесь не политизировать ситуацию, если мы, парламент, состоит только из представителей политических партий. Да это смешно так говорить. Не политизируйте вопрос. Мы здесь все политики, представители политических партий. Поэтому мы можем говорить, задевая эту тему, постоянно, без ваших вот этих замечаний. И нам надо как-то вот хуралом, депутатами, принять решение и выносить уже какие-то санкции в отношении таких руководителей. Кто это все, лозунги в жизнь запустил по больнице Троицкой? Кто будет отвечать? А народ дезориентировали, народ чего-то ждет. То есть вы сначала лотерейный билет купите, да, как в том анекдоте, а потом надеетесь на выигрыш. Вот у нас санкции и таких полномочий нет, санкции есть, в логаном соответствующей власти. Можно мне вопрос. Но мы... Но мы можем заслушать, правильно, да? Вот комплексный вопрос. Я согласен. Медицинское обслуживание района, района, целинного района. И заслушать вообще вот, что предполагается через год, через месяц, через два. Мы же так можем сделать. На очередном заседании комитета мы этот вопрос заслушаем. Ну, давно так уже надо, по-деловому как бы... Да, я оставить еще, забыл, потом будет. Я извиняюсь. Он сидит, смотрит на меня, болезнь. Значит, и мы сразу задем. Викторик, Виктор Иванович, я вам об этом сказал. У нас было, что Дарик на электроны, ну, синяца по... низкой-низкой, на энергоисте. Ну, по... А мы, это, это, пока, приносит Армайский, это, ваше, полторы-трещие, полторы-трещие, полторы-трещие орошения, работает высоко-низкая. И Дарик поднялся у нас на, почти что, на 60 копеек. Вот, и по-десятся, поднялся. Ну, для этого тоже, это много значит для хозяйства. Если мы пустили где-то 2 миллиона, около 2 миллиона, то сейчас в 1 месяц, мы не хотели, полтора миллиона. Ой, два слоя миллиона за пути. Да, электроны. Это тоже скажут. Или нужно пить сельдинги. Это наши электроны, которые потребляются на орошение для полива, для кормов двух, которые вымечены, поедут на животное высоко. Оно... Хорошо, понятно. Как можно рассмотреть и какие-нибудь меры принять для облегчения. Пожалуйста, пожалуйста. Мы с вами вчера бы вопрос обсуждали, но мы здесь беремся, в частности, как это все может принесить. Назовем данную группу, все это дело проговорили. Это, скорее всего, так. Но, опять же, я не успеху с вчерашнего дня, еще это дело обсудить. Но я хочу обсудить его с вами. В ближайшие дни, я думаю, что мы попросту и есть ли вообще возможность это сделать по сенсии. И каким нам? Надо немножко подумать. Я услышал вас, но я вам сказал, мы обязательно согремся. Ну, не сегодня, надо быть. Ну, конечно. Тут надо посидеть, подумать. Я вам еще вчера... Хуже не должно быть. В любом случае, лучше должно быть. Хуже не будет, но особенность потребления электронетки, которые учитываются, надо ее подключить. Я обещаю... У меня сразу вопрос тоже связан с электронеткой. Я сейчас хоть договорит. Юрий говорит, было 6,77, стало 7,21. Я понял. Ну, знаете, было 10,5, и у большинства поликлиника стало больше всего. Нет, больше, 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 меньше. Меньше, чем народу. У вас... Все вы теперь, у вас... Наталья Сергеевна. Да, я хотела бы вернуться все-таки вот в злопорочное. Получается, сегодня всего Троицкое, да? Вот этот вопрос по поликлинике я уже два месяца назад поднимала, к вам обращалась, обращалась к министру здравоохранения, обращалась, вот как вы говорите, к руководителю РМО, но, как говорится, ООС и ныне там. Конечно, хотелось бы, чтобы вы вот на особый контроль взяли этот объект, и чтобы люди четко знали, когда они получат. Вот вы должны четко сказать, когда будет построена поликлиника, и все. А все эти вопросы там, там, софинансирование будет, не будет, людей это не касается. Им нужна действующая поликлиника. Это по этому вопросу. Второй вопрос. Вы знаете, в этом селе Троицкое, по улице Ленина 40, улица Пушкина 41А, есть многоквартирный жилой дом. Есть бывшее общежитие сделано. И ситуация там очень страшная. Там кровля протекает по всей поверхности. Когда я стала изучать ситуацию, чтобы как-то помочь, выяснилось, что ни одна управляющая компания не берет эти дома, это не один дом, в управление. Потому что они в плохом состоянии, требуют ремонта. Здесь требуется ремонт крыши, там требуется ремонт коридоров и так далее. Я обратилась к руководителю Троицкого СМО. Он, к сожалению, ничего ни одного мне не сказал. Я говорю, согласно жилищного кодекса, если дом в течение года не договорился ни с управляющей компанией, не принял решение о том, что ТСЖ у них будет действовать и так далее, глава Троицкого СМО должен провести конкурс по отбору управляющей компании. Он не отвечает, провел конкурс, ну и что, ни одной заявки не было подано, конкурс признан в несостоявшемся. Что в этом случае предполагает жилищный кодекс? Что руководитель Троицкого СМО должен назначить управляющую компанию. Там есть МУГ благоустройства. У него есть лицензия на все эти виды деятельности, но он также отказывается ослуживать этот дом. Получается, там несколько домов вот этих многоквартирных, их не так много в Троицком, они бесхозные на сегодня. Ни одна управляющая компания не берет их. На месте есть только одна вот эта организация, у которой есть лицензия. Она говорит, мы так убыточны, зачем нам увеличивать убытки? Люди просто брошены на произвол судьбы. Дому 36 лет, ремонт не делся с 2006 года. Вы представляете, какое там состояние? Там уже жить нельзя, грибок там и так далее. Что можно сделать? Руководитель Троицкого СМО говорит, можно какого-то способом сделать скатную крышу? Можно. Сколько нужно? Ну, 2 миллиона, да? Мы, естественно, без никаких документов нет. У нас привычка, видимо, есть у руководителей РМО, у руководителей СМО, вот здесь вот на коленке написать цифру и ее озвучивать. Без всякой документации. На самом деле вы... Так же было и по поликлинику. Да. На самом деле вы виноваты. Почему вы допускаете, что они так работают? Вот я оценщик, я не понимаю, как можно на коленке написать цифру и ее озвучивать еще официально. У меня просьба. Скоро осень, начнутся дожди. Помогите этому дому. Там небольшая сумма нужна на ремонт крови. Надо выделить, либо через Троицкое СМО увеличить дополнительное финансирование. Эта сумма для республиканского бюджета, ну, не такая уж огромная, да? Помогите, пожалуйста. Село Троицкое, улица Пушкина, дом 41-а. Сейчас Пушкин, поможет, хорошо. Нет. Да, но почему? Без эмоций ее надо поисучать, и реально... Почему без эмоций? Нормально, с эмоциями можно. Мы вызовем главу района, и он нам должен, что там такое вообще, что там, крыши или сделаем, или вообще... Можно с ним подаваться, там юридические аспекты. Надо с ним подаваться. Все хотят сказать, каждому не больше двух раз. Если второй раз, давайте оперативно. Пожалуйста. Я слушаю все это и удивляюсь. Я работал главой района, за два года мы перекрыли 46 зданий. Жилых в основном, это 80% жилых зданий. Плюс школы, дома культуры и так далее. Ну, вот, пустяк вопрос на самом деле. Если люди хотят работы, а только вот вы напринимали лояльных глав районов, которые не в конкурентной среде избрались, их назначили, вот глава этот Черноземельского района заявляет депутатам, не вы меня назначали, вообще не имеете права с меня требовать. Вот такая позиция приводит вот к таким ситуациям, когда главы районов, вот оборзевшие, им главное сделать выбор и все. А решать хозяйственные вопросы, повышать доходы в бюджет и рачительно использовать деньги, а перед ними таких задач нет. Но не все. Большинство. Я согласен с вами, конечно, не все, но большинство. Поэтому мы сегодня удивляемся таким вопросом, что там целинный район, один дом и поднимать такой главы. Да это должно делаться вот так, на раз. А сандарь еще. У меня следующие вопросы уже к прокуратуре, да? Довар Пулеттина, сейчас хотел бы произнить ситуацию. Можно отпустить председатель? Действительно там вы крестите. сандарь, пожалуйста. Если представиться, у меня вопрос был. Куда? Юрий, не давать, надо подождем, а потом уже ему идти. А по больнице мы же хотели договориться. Можно я задам вопрос? Я уже задал в самом начале, поэтому продолжаю. для инвалидов не задать. задать. Юрий Викторович, у меня вопрос касаемо транспортного налога, то, что весной проговаривали, вы говорили по ветеранам моих действий или по инвалидам, чтобы 150 лошадей для инвалидов и отмену транспортного налога. Так, документы только по ветеранам, поэтому администрация рассказала об этом. И сегодня хотел бы, чтобы этот вопрос снова могут провентилировать, чтобы вернуться и отменить транспортного ветерана и инвалидов. О том, что мы с вами проговорили. Спасибо. Спасибо. Ну и вначале я вопрос ставил и хотел бы получить ответ. Готов ли Юрий Викторович с вами и с вами, Антоли Васильевичем, и с заместителем посетить больницы наши, госпитали, с тем, чтобы реальную обстановку узнать. Вот из первых уст, из уст врачей, без всякого давления всяких министров, все, без министра даже, обойти и получить ответ от врачей, от больных и вообще посмотреть состояние, потому что госпиталь, который устроили поликлиники, ну бывшие республиканские поликлиники на территории резбольницы, ну вообще в голове не укладывается, то есть поликлиника, там были кабинеты врачей, которые принимают, вели прием, они, естественно, никаких там, никакого оборудования санитарного нет, это ужас, там люди лежат, ни воды нет там, ни туалетов, ничего, один туалет на весь этаж, можно эти ужасы рассказывать, я предлагаю посетить нам и я проведу прямой эфир, только вот при таких условиях. Значит, давайте мы так, чтобы представить, а правительство, мы загонять какие-то руки не можем, но сам факт комиссионно посмотреть ситуацию, он организует. Давайте так, загонять там, кого-то... Не, мы не загоняем, я же обращаюсь к просьбе. Я готов это сделать, проблемы, если вы сюда-то, и более того, что министр нужен, пойдет с нами. Вы знаете, Юрий Викторович, я вас перебью, вот одна женщина рассказывала мне, сестра болеет, она обратилась с жалобой. И врач пришла больного человека, у которого температура там несколько дней зашкаливает, практически человек не в сознании, она начинает пугать эту больную или больного. Почему вы обращаетесь, почему вы жалуетесь, да я тут все заблокирую, лечение там и так далее. Вот, поэтому я говорю, лучше без министра, чтобы никто там не боялся, ни из врачей, ни из больных. Вы хотите увидеть реальную картину? Я думаю, что это надо увидеть. Если у вас есть такой логики, то тогда мне надо, знаете, усы и борьба наклеить, вот тогда будет эффект. А так, я почему про министра говорю, например, сегодня вопрос задает по лекарственному обеспечению, я все в своем желании, я бы не ответил. Вот министр встал, название, количество, все зачитал. Это, ну, более конструктивный такой диалог, понимаете. так, я не знаю, сейчас врач что-нибудь скажет, ни вы, ни врач, ни я не врач. Ни вы, не поймите. Больной скажет, больной скажет. Зато эмоции мы с вами поймаем, что там грязь, там еще что-то, или там туалет в другом конце здания. Вот и все, это так. Но, чтобы конструктив, конструктив из этого вынести какой-то, все-таки надо, чтобы профессионал и нам на месте это все объяснял. Это так, это так. Вообще-то я принципиально согласен с вами, но, видите, ваш министр как выступает, он говорит, да, бывают периодические перебои с лекарствами. Как это понять? В неделю пять раз бывает или в неделю семь раз бывает перебои? Бывают перебои. Как понять? Я с ним проторгом по этому поводу общаюсь через день, действительно бывает. Они действительно на эту секцию берут. Не хватает лекарств. Как и вакцины не хватает. Там реально проблемы. Дело здесь не у нас. Тема воспринята председателем. Поэтому я готов, надо продумать. Хорошо. Уважаемые коллеги, последнее Арслава Борисовичу уже второй раз. Почему последнее? А тогда давайте, я извиняюсь, я просто плохо вижу, изменяюсь. Пишите, пожалуйста. Тогда давайте Медмира Ильяева, пожалуйста, вам. А потом, мы уже третий раз. и подраспользуюсь тем, что в правительстве присутствует. Уважаемые коллеги, мы на протяжении июля-августа месяца выезжали в свои тракции, в депутат и тракции ВРФ, по районам республики, объемные практически все районы. И вы знаете, хочу сказать, что ситуация опартовая. То, о чем сегодня говорят наши избиратели, жители республики Кануки, просто говорит о вопиющем изобразии со стороны исполнительной обладки. Власть на местах не слышит людей абсолютно ни на уровне сельских муниципальных образований, ни на уровне районных муниципальных образований. В связи с этим я считаю, что пользуясь площадкой Народного Курала парламента республики Кануки, мы вынуждены обратиться к правительству республики Кануки, к профильным министрам, обратиться к главе республики Кануки. Почему? Потому что жизненно важные вопросы, касающиеся воды, касающиеся состояния медицины, касающиеся демографической ситуации, каждый день на всех встречах нам говорят одно и то же. Я просто приведу цифры. Вот по Городовиковскому району, по состоянию на 1 августа в городе Городовиковске родилось 55 человек, а умерло в 142 годах. 2,6 раза превышает цифра рожденных. При этом брак в 26 раз в 36. мне задают вопрос жители городовиковска. Когда будет решен вопрос о строительстве поликлинии? Ведь цифры нам говорят о том, что ситуация просто катастрофическая. В 3 раза практически превышает число умерших, родившихся. А второе, по Лаганскому району. Мы уже знаем, что на протяжении двух лет ставится вопрос обеспечения этого района качественной питьевой водой. Да просто питьевой водой. Уже подключились общественники, общественные движения наши колонники. И сегодня они мне призвали экспертизу, которую сделали по независимой экспертизе в городе Волгобраде по тому насколько соответствует вода вообще параметрам питьевой воды. И из этих выводов, я не буду утомлять вам дочитывать полную картину этих выводов, установлено превышение предельно допустимой концентрации определяемой микробологического показателя. То есть общее микробное число превышает допустимые нормы. Из возможных 277 показателей. Понимаете? И при этом мы на площадке Урала обращаясь к нам говорят, что вы там сидите, чем вы вообще там занимаетесь, где руководство республики, где наши власти, почему эти вопросы не решаются. На этой встрече присутствовал глава, значит, бывший глава Логанского городовского муниципального обракования, который сказал, что еще два года назад он предложил пути решения этой проблемы. Что они всем селом ищут причины, почему вода имеет запол тусто, выдвигают разные версии, а вузы ныне там. При том, что они свои предложения письменно изглашили и отправили и главе республики Калмуте, и главе района муниципального образования. Спасибо. Вы заострили это внимание. Я боюсь говорить по всем другим районам. Просто тезис-то. Я на память написала все те проблемы, которые были подняты на этих встречах. По Молгейн-Летовскому району фонд капитального ремонта. Люди платят деньги, а вот тоже один дом, многоквартирные дома. С 2014 года течет вода, крыша этого дома. Никто ничего не делает. Они уже региональному операцию обращались. И звонили уже сам фонд капитального строительства. Никаких мер не предпринимается. Ответов вообще никаких нет. Уже настолько обновлели у нас органы исполнительной республики, что даже ответы не дают. Мусорный полигон в Молгейн-Летовскому району. для правительства он среди. Как можно? Мы приняли эту мусорную реформу, мы обещали жителям что? Что будем обработка этого мусора, утилизация этого мусора, что мы решим эту проблему. И что на деле? Три района туда свозят мусор, и он никуда, он там стоит и загрязняет окружающую среду. Уже стоит вопрос экологии. В этом году еще один вопрос касающийся предстоящего юбилея 110-й 80-й отдельно Комыска Каверийской дивизии. Мне задают вопрос на уровне республики будут такие либо мероприятия? Где этот план? Что у нас вообще предстоит? Ну там есть указ и вот так. Нет, я понимаю, что есть указ. Если мы приняли на Ахурале день памяти, внести в календарь памятных дат день памяти этой дивизии, на сегодняшний день я не могу ничего ответить, потому что нет средств массовой информации, нет ответа на эти вопросы. Я понимаю, мы направим все по всем этим проблемам в соответствующие обращения и будем ждать ответа. Хорошо. Уважаемые коллеги, я буквально два слова я вынужден закрыть сессию, потому что действительно идет ВКС, там просто очередь до нас не дошла. Дойдет, будет неприятно. Значит, пожалуйста, два слова. я хочу вопрос задать Валентиновича. У нас представители отпускают. У меня вопросы Валентиновича. есть жертвы, погибла женщина. После этого произошел также хлопок газа по улице 8 марта в районе 23 школы. Там также двое пострадавших. Сейчас мы видим на улице Осипенко уже там третий день ведутся работы. Скопали там землю дорогу сначала с одной стороны потом с другой стороны. Это мы все слышали и видели. Ну мало мы все видели. Да что там есть в земле у нас и все самое рамотно что-то. Не, не все же ходят там. Соответственно ситуация по газу непонятная и официальные источники вышли там сказали что якобы то что в соцсетях говорится все это ложь то что у них там по городу трубы высокого давления второй категории которые держат давление до 6 килограмм насколько мне тоже специалисты говорят то что да так и есть но они срок службы 40 лет а делались они в советские времена и срок службы уже давно истек и причем это при должном именно обслуживании которого тоже не производилось да и соответственно то что сейчас связано это ну многие как раз специалисты говорят что это даже утверждает что это связано с ледовой ареной и с ее строительством и с тем что там изначально неправильно был запроектирован генератор его безопоршневый которые работают от давления 2,8 минимум и из-за этого как бы такое давление сохранялось и в связи с этим я знаю что уже возбуждено уголовное дело чтобы ну тоже примерно какую-то оценку этому дали также сразу хотел бы вот 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 ледовую арену задели был также видеорепортаж по поводу того что там была рассыпана именно галька хотели гальку не щебень фракции 40-70 да которая обычно тринсуется там ПГС а была галька круглые галыши под асфальт хотели положить он лежал там потом соответственно снимали его я вот даже пришел видел я знаю и ну замечательно и соответственно за чей счет опять же банкет такой да там то постелить ее то убрать ее то кому вопрос да если нет 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 не два вопрос также соответственно по левакумке да вот тоже нашу хиш вопрос все говорят там приезжал сюда председатель правительства да также подняли этот вопрос в итоге сказали разобраться там ну так же ситуация там вот Сергеевич постоянно там о ней говорил хотелось бы тоже знать примерно какой ход ну и соответственно там по воде лагань тоже аналогично спасибо да просто вот к чему это все говорит то что опять же как я говорил в начале по уровню компетенции руководителей да тут на фейковые новости они реагируют выходят в эфир выходят оправдываются говорят что никто меня не бил все дела а когда обсуждаются действительно опасные вопросы именно для жителей гаража и никто что-то я не видел что в эфир вышли там какую-то ситуацию это как-то раскрыли сказали я к примеру тебе скажу Наталью Теревен здесь хочу похвалить вот она как депутат все время делает запрос в правительство в министерство где нет мне пишет что прошу вместе со мной ну что мы вот все в гости собираем на площадку парламента аналогично писать надо получать ответы если нет ответа получать здесь задать вопросы в том числе использую такую возможность как задать вопросы в разном которые можно задавать любые вопросы вот если только так слушать до утра будем слушать ну для этого и создает тогда давайте в регламент хорошо кого вы написали по поводу газа кому по поводу газа сегодня мы напишу в генпрокуратуру напишу оно у меня есть уже я просто подпишу все спасибо уже люди люди уже обратились есть обращение по поводу газа по надрежьим вопросам если вас не устроит ответ надо вам правило обжаловать генеральную прокуратуру то есть обратите с тем же с чем вы обратитесь в генеральную прокуратуру все ваши обращения они придут к нам если они не разрешают генеральную прокуратуру поэтому зачем по этому большому кругу идти на мое имя пожалуйста можете прийти лично на данный момент можете дать какой-то комментарий потому что вы это граждане естественно по Озипенко я не в курсе по последнему случаю где 23 школа ну почему я сладки еще не видел кто же этого день здесь и мне еще не докладывал по школе заранее 23 школы по взрыву проводится тоже проверка по ледовому мне тоже известно что-то прикладывал но это тоже надо проверять я не могу два дня за три сказать что-то произошло но вы среагируете на все с чем обратиться в отпуск и вот этих проблем обознать я займусь это следствие это не мое направление надо понимать что-то хуже когда здесь уголовное дело там не все раскрывается еще уважаемые коллеги 24 сеть объявляется закрытой закрытой все закрыт подойди кому надо со мной есть да рассмотри пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok